Приветствую вас. Ситуация заключается в том, что мужчина действительно вас любит. И ситуация заключается в том, что мужчина не женится на вас. Не потому, что вы что-то не так делаете, не потому, что вы как-то не так себя ведете или уж тем более, например, что вы ему там не нужны, или что-то еще. Мужчина не женится на вас по той простой причине, что он считает для себя брак, наверное, чем-то негативным. И это не обязательно следствие травм, как вам сказали мои коллеги. То есть сам факт от травмы быть, конечно, может, безусловно. Но нужно понимать, что дело может быть совершенно и не астрадным. Дело может быть, например, в том, что мужчине просто кажется, что брак не дает ни ему, ни женщине, например, то, что нужно. Брак, например, не дает женщине, по мнению мужчины, то, что она хочет, а ему то, чего хочет. Он, понимаете? То есть у мужчины пропало такое вот восприятие брака как чего-то нужного. И с его логики, с его позиции, если угодно, с его точки зрения и так далее. Это действительно так. Ему действительно не нужен брак. И, понимаете, вы говорите несколько раз о том, что для вас унизительно то, как мужчина вот себя ведет, да? Для вас унизительно, что вас не хотят брать замуж. По самом деле, вы смотрите немножечко не туда, не в ту сторону. Унизительно не то, что вы, ну, что вас не берут замуж. Унизительно на самом деле для вас спросить, например, мужчину, брать вас в замуж. Вот это действительно унизительно. Потому что, если мужчина не хочет брать вас в жену, значит, он не готов, значит, ему это пока не нужно и совершенно непонятно, для чего вы, почему вы хотите. Несмотря на его такую реакцию, все равно стать его женой. Ведь если мужчина не хочет, чтобы вы были его женой, если мужчина не желает того, чтобы вы были его супругой, ну, значит, наверное, ему это не интересно, не нужно и так далее. И что, вы будете как-то его заставлять быть с вами? Или вы будете как-то просить у него, требовать того, чтобы он взял вас в зоны? Вот почему это вы не считаете для себя удивительным, для меня не очень понятно. Тем не менее, тем не менее, если бы предположить, что мы сами об этом не задумывались. И ответ на этот вопрос для вас, ну, не проработан. Не проработан и не ясен. В принципе, это вполне допустимо. И мы не будем застрять на этом внимании. Но подумать на этот вопрос вам все-таки нужно. Потому что если вы для себя это не определите, будет вам достаточно сложно. Далее вы пишите о том, что вам нужен брак, вам нужно быть замужем и так далее. И здесь я, пожалуй, хотел бы задать вам вопрос, какой вам задавали мои уже коллеги. Вопрос заключается в том, почему вам так нужен брак. Хотите ли вы с помощью него защититься? Если да, то защититься вы хотите от чего? Что должен дать вам этот брак? Что вы хотите от него получить, от этого брака? Понимаете ли, в чем проблема? Если у вас есть неуверенность, неуверенность, например, в себе, если у вас есть неуверенность в своем мужчине, ну, вашем мужчине, да, если у вас есть какие-то сомнения относительно его и так далее, то брак этот момент не решит. Сомнения ваши будут всегда. Неважно, в браке вы с ним или нет. И я очень надеюсь, мне хотелось бы, чтобы вы это для себя поняли. Вам обидно. Вас задело. И с тем, почему вас это задело, нужно разбираться. Нужно постараться создать в себе отчет в том, почему вы чувствуете себя униженной. Почему вы чувствуете себя... Почему вам стыдно? Ведь это ваша проблема. Проблема вашего восприятия того, что мужчина, в общем-то, считает совершенно нормальным. И тогда, давайте мы с вами попробуем сказать так. Если вы проработаете для себя, Возможные аспекты того, что вы хотите получить через брак, то вы сможете перестать зависеть от мужчины в этом плане. А если вы перестанете зависеть от него в этом плане, то у вас появится шанс более, ну, я тут можно было бы сказать более адекватно, но я, наверное, скажу, более спокойно воспринимать его желания, которое у него есть. Ведь если вы заставите мужчину, например, из чувства вины, сделать вас приглашение и жениться на вас, даже расписав ему свою обиду, то, что, ну, сказав ему, что вам обидно, что вы чувствуете унижение, это будет не его желание, это будет ваше желание. И мужчине, и вам от этого лучше не станет. Мужчина будет чувствовать, что вы вырвали у него приглашение. Мужчина будет чувствовать, что вы настояли на своем, а вы будете чувствовать, что вам сделали оболжение. Понимаете, отсутствие у вас брака как такового, это признак невозможности мужчины выйти на этот уровень отношений с вами на этот уровень отношений. Мужчина не готов. Мужчина не может. И он не в силах сейчас дать вам того, что вы, например, хотите от него получить. И, конечно же, вы можете сказать, ну вот, что ты говоришь постоянно про него. А как же я? Как же то, чего хотел бы я? И на этот вопрос я отвечу вам так. Вам для начала нужно понять, для чего вам брак. Вам для начала нужно понять, чего вы хотите получить через черед этот брак. Вам для начала нужно понять, почему вас, почему вы, точнее, мужчине своему не доверяете. Так как нужно бы доверять. И постараться понять, что это проблема. Проблема, что вы не можете доверять своему мужчине, с которым вы вроде как вместе. И тогда, если мы с вами определим это, то поймем, что у вас есть, скорее всего, свои собственные страхи, которые вам еще, возможно, предстоит только проработать, отпустить, пережить, может быть, и так далее. Но только, конечно же, безусловно, если вы сами этого хотите. Если у вас нет такого желания, то об этом не может быть и речи. Что вы можете сказать мужчине? Ему вам нужно сказать просто, что вас не устраивает определенное положение вещей. Что вам не нравится, что он хочет собрать ребенка, при этом не желая на вас жениться. Сказать ему нужно четко, что вы не хотите рожать ребенка. Вы не хотите рожать ребенка вне брака. И это ваше право. Ваше право не рожать ребенка вне брака. И, как мать, вы имеете полное право этому мужчине сказать. Ну, если он хочет, чтобы у него был ребенок, если он хочет ребенка, то, соответственно, ребенку-то нужна семья. А какая семья, если у вас нет брака? И вот этим оперировать вы вполне можете. В этом нет ничего такого ненормального, в этом нет ничего плохого. То есть, смотрите, есть несколько важных моментов. Момент первый. Касается того, что мужчина сам по себе имеет достаточно четкие убеждения относительно того, хочет ли он быть в браке еще раз или нет. Следствие ли это проблем мужчины? Следствие ли это того, что у него действительно какая-то травма или следствие, это просто его убеждения, простых убеждений? Мы здесь не знаем. Не знаем, потому что это нельзя узнать. Нужно с мужчиной работать. Нужно понимать, что происходит с человеком, чтобы адекватно оценивать то, какие у него есть проблемы. Но что можно сделать уже сейчас? Сейчас можно сказать, что на данный момент у мужчины есть достаточно четкая позиция. И вряд ли он эту четкую позицию будет в ближайшее время менять. И, соответственно, вам, если вы его любите, нужно будет его, эту позицию, принять. Ну или не принимать. То есть уже от вас, от ваших желаний. Только имейте в виду, что если вы его позицию вдруг решите не принимать, а это, безусловно, ваше право. Имейте в виду, что мужчина может, ну, вообще говоря, обвинить вас в том, что вы его, например, не любили никогда, и быть с ним не хотели, и используя, ну, в общем, найдет он что вам сказать. Да. И поверьте, далеко не все из того, что он вам скажет, можно назвать таким очень приятным. Это первое. Второе. А, значит. Для чего вам брак? Пожалуй, очень важный момент. Для чего вам нужен брак? Так ли он важен для вас, что вы готовы из-за него, из-за брака устраивать проблему? Могу предположить, что да, он для вас важен. Не на пустом же вы вместе устроили всю эту проблему. Понимаю. Но тогда, если это так, то и вы постарайтесь понять, что если у вас есть свои собственные желания, если они у вас имеются, эти собственные желания ваши, то логично вам их удовлетворять самостоятельно. Самой. Страх, ненаверие, сомнения в себе. И так далее. Например. Вы пишете, значит, что вне брака рожать опять. То есть, как я понял, у вас... Вы об этом не пишете вроде бы, но у вас, у самой есть опыт неудачных отношений. Ну, может быть, вы опасаетесь, что с вами повторится то же, что вот было уже. Страх ваш, я вполне понимаю, но и вам нужно понять, что мужчина не обязан, не должен вестись вас на поводу в этом плане. Потому что, если вы боитесь, это совсем не значит, что мужчина должен как-то за это отвечать. Ну, по крайней мере, уверен, так считает он сам. И убедиться его в обратном, ну, мягко говоря, не представляется возможным. Без серьезных ссор, без каких-то выяснения отношений и так далее. Далее. Как вы не имеете права заставлять мужчину на вас сожениться, и как вы определенно не должны бы говорить ему о том, что вам обидно, что вас не хотят брать замуж, потому что это все равно, что унижаться перед ним. Так и он не вправе требовать от вас того, чтобы вы раздали ему ребенка. И вообще-то говоря, это достаточно справедливо. когда мужчина не делает то, чего вы хотели бы от него, а вы не делаете то, чего мужчина хотел бы от вас. По-моему, все более чем нормально, все более чем логично. И причин для того, чтобы откровенно переживать, я лично не видел. Именно в этом моменте. Именно в этом моменте. Еще раз повторю вам. Именно в этом моменте, то есть в том моменте, который касается игры в одни вороты. Вот вам не нужно играть в одни ворота. Это безусловно для вас очень плохо. Игра в одни ворота всегда является ничем иным, как жертва. И если вы будете с собой жертвовать, то как раз таки из этого ничего хорошего не получится. Надеюсь, именно эта мысль вам будет достаточно понятна. Не менее важен момент, чтобы вы сами для себя проработали тот аспект, который касается того, для чего вам брак. И насколько ваше желание в него вступить в брак продиктовано вашими собственными страхами. Вы говорите о таких вещах, как я мать-одиночка, я не хочу рожать вне брака. Для вас это все имеет значение. Вы хотите подтверждений того, что вас любят, видимо, что вас ценят, что хотят с вами быть. Но правда включается в том, что браком вы можете все разрушить. Поймите, если мужчина почувствует, что вы им пользуетесь. Если мужчина почувствует, что по какой-то причине вы его используете или пытаетесь использовать, то хорошего в этом для вас не будет ничего. И получается, что все то, чего вы боялись, все то, чего вы, может быть, и боитесь до сих пор. То есть остаться одной вы боитесь на данный момент, да, остаться без мужчины вы боитесь. Так вот, все это может стать вполне себе реальностью. И если вы этого не хотите, то желательно именно как обиду это не выставлять, не проявлять это именно как обиду. Потому что если это позиционировать как обиду, то для мужчины лучше это будет, по сути, означать только то, что вы пытаетесь им манипулировать. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что манипуляция, она ни к чему хорошему не приводила ни разу никогда никого. И, собственно, если мужчина почувствует, поймет, что вы стараетесь им манипулировать, если ощутит это на себе, ну, очень большой шанс того, что вы его потеряете. Соответственно, я думаю, что вам этого не хотелось, и поэтому рекомендую вам действовать именно таким образом, именно таким способом. То есть использовать те направления, которые я вам привел. Тогда у вас есть реальный, на мой взгляд, шанс полюбовно все разрешить. Полюбовно разрешить ситуацию, которая у вас сейчас складывается так, чтобы и ребенка, с одной стороны, не лишить отца, да, которого он, ну, вы сказали, да, что ваш ребенок называет уже вашего гражданского мужа папой. Вот чтобы, значит, чтобы этого его не лишить. Чтобы вы сами не потеряли то, что у вас сейчас есть. Это ведь тоже очень важно. Так что не делайте резкие движения, не торопитесь решать. Лучше вот действуйте в том ключе, о котором я вам сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин СML